Я покажу вам, как фокусники могут найти любую карту в колоде. Для начала давайте выберем одну случайную. Например, это будет двойка Буби. И уберем ее куда-нибудь в центр. И задвинем вот таким вот образом. На самом деле я убрал ее не в случайное место. Она находится на 26 позиции. И вот таким вот образом я нахожу ее из центра колоды. Выучив этот фокус, вы добавите в свой арсенал две очень стильные техники. Один контроль карты и одно проявление. И по сути сам фокус является лишь демонстрацией, как вы можете эти техники использовать. Опять же, вы можете делать с помощью них другие фокусы, придумывать свои. Но самое главное то, что сами техники очень стильные. И они показывают зрителю то, что вы офигенно обращаетесь с колодой карт. И сейчас я буду использовать колоду карт Orange Size. Это моя личная колода. Всего 500 штук таких ограниченный тираж. И также к ним идет подробное обучающее видео. Вы можете все это дело приобрести по ссылочке в описании в моем магазине карт. Нерошоп.ру И я сейчас буду использовать эту колоду, чтобы обучить вас этому фокусу. Ну или же этим двум техникам. Соответственно, как я сказал, это контроль карты и проявление карты. Давайте начнем с контроля. Для тех, кто постоянно показывает фокус карта во рту, этот контроль должен быть знаком. Потому что это то же самое. То есть, самый стандартный вариант показа фокуса карты во рту. Вы делаете именно этот контроль. Зритель видит карту в последний раз. Вы убираете ее в веер и просите задвинуть вот сюда. Но на самом деле карта-то находится здесь. Вы просто закидываете ее в рот. Именно здесь используется этот контроль. Он очень классный. Очень хорошо работает на зрителей. Давайте обучимся ему. Нужно взять любую карту. Кладем ее лицом вверх. Сверху колоду. То есть, этот контроль можно использовать в том случае, если мы можем в этом фокусе видеть карту зрителя. Опять же, конечно же, можно попросить зрителя вернуть карту вот так. После этого накрыть еще одну и сделать этот контроль. Но вы все равно запалите в какой-то момент эту карту для себя. Либо зритель будет не уверен, видите вы ее или нет. Поэтому в открытую. Вот у нас восьмерка пик. Первое, что мы делаем, это мизинцем отгибаем одну карту снизу колоды. Нужно потренироваться. И у вас начнет это получаться. Сверхсложного здесь ничего нет. То есть, мы просто отгибаем вот так. После этого перехватываем вот этот разлом, да? Брейк мизинцем большим пальцем. Вот таким вот образом. Чтобы эта одна карта стояла на большом пальце. А указательным делаем под снятие swing cut. То есть, мы просто вот так отдаем указательным пальцем половину колоды в левую руку. Теперь вот этой же стопкой мы доворачиваем карту зрителя. И выдвигаем ее этой стопкой вперед. Самое главное, не тяните очень много карт за ней. То есть, иначе вы не покажете вот такой хороший дисплей. То, что у нас именно карта зрителя торчит. И как только мы ее выдвинули наполовину. Ваша задача сбросить вот эту карту с вашего разлома. То есть, мы ее просто оставляем вот здесь. Но при этом мы же не можем сделать вот так, да? Выдвинуть и вот так. Нет. Нам нужно развернуть руку вот таким вот образом. Не запалив эту карту. При этом мы показываем в последний раз карту зрителя ему же. И после этого можно либо стопочкой, либо пальцем, как вам удобно. Задвигаем вот так. И, соответственно, здесь будет уже не карта зрителя, а другая карта. Именно ее мы убираем в центр веера. Вы можете сделать веер одной рукой. Если же вы не умеете его делать, вы можете приподнять вот так. И задвинуть эту карту в центр этой пачки вот таким вот образом. Как вам больше нравится, так и делайте. Убираем вот так. И после этого я еще этот веер с выбранной картой убираю в центр этой стопки, чтобы еще сильнее запутать зрителя. Поднимаю вот так половинку. И вот в этот разлом все это дело закидываю. Подравниваю вот так. И, соответственно, карта зрителя будет сверху. Давайте быстро еще раз. Брейк мизинцем. Развернули. Выдвинули, оставив карту. Повернули вот так. Задвинули. Убрали в центр. Задвинули. И все это тоже убрали в центр. Все. Таким образом, карта у нас оказывается сверху. Это что касается контроля карты. Теперь давайте перейдем к проявлению. Для проявления мы уходим из стандартного положения, когда у нас колода карт находится в руках. Мы кладем ее на поверхность. И кладем ее вот таким вот образом. То есть она расположена вот так, по горизонтали. И наша задача сделать следующее. Само проявление выглядит вот таким вот образом. Как оно работает? Давайте я вот то же самое сделаю, но с картой лицом вверх. Раз. Два. И таким образом мы проявляем карту. Смотрите. Хват у нас стандартный. Большие и средние пальцы и правой и левой руки держат вот так колоду. Указательные сверху они просто придерживают. Практически ничего не делают. Наша задача взять где-то пол колоды, может чуть меньше, может быть треть, снизу. И правой рукой вытащить вот так. И все это дело мы кладем наверх. Но при этом мы не складываем, да, а делаем вот такой вот зазор. То есть удерживаем все это дело большим пальцем. Соответственно мы вот так вот сделали. И удерживаем. Теперь наша задача сделать следующее. Мы приподнимаем вот то, что у нас здесь, да, верхнюю пачку, которую мы только что положили сверху. Но вместе с ней мы берем половину от нижней стопки. Вот так. Эту стопку мы уводим вбок. Сбрасываем с большого пальца. Ставим вот так. У нас получается три таких стопочки. Давайте быстренько еще раз. Подсняли вот так. Поставили на разлом. Разделили на три стопки. Сбросили вот так. И все, что нужно сделать, это просто среднюю карту убрать в сторону. То есть это будет выглядеть вот так. Раз. Два. Убрали в сторону. Накрыли. И самое главное, это подача этого трюка. Понятное дело, вы можете использовать это проявление в других фокусах. Но если вы просто показываете контроль, а затем проявление, то сделайте вид, как будто что-то значит числа. Либо же вы просто показываете зрителю, мол, так, я точно знаю, что она находится в верхней части колоды. Грубо говоря. Либо назовите конкретное число. То есть, например, она 26-я. Вот здесь. И тогда этот фокус будет выглядеть натуральнее для зрителя. И он реально может поверить в то, что вы знаете, где находится карта. Именно поэтому ее и находите. А не потому, что она находится сверху. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Понравился сам фокус. Используйте эти техники. Потому что они очень стилевые, кайфовые. Вы можете добавлять их в свои фокусы. Ну и также не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою колоду карт Orange Size. И, конечно же, там находится мой магазин, где есть еще огромное количество карт для фокусов. Кардис 3 Лигер. С быстрой доставкой. С надежной упаковкой. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.